Елена, Наталья, доброе утро! Доброе утро! И Арсению там тоже, он где-то там бегает. Но секунду для наших телезрителей, чтобы они понимали, объясню. Елена в нашем городе на гастролях, у нее необычная профессия, она цирковая артистка, работает дрессировщицей кенгуру и колесит по стороне с ребенком, который как раз и нуждается в специальных занятиях. Так вот, Елена, расскажите, как вы обеспечиваете своему ребенку вот ту самую коррекцию, методы, какие применяете? А ведь вы всегда в разъездах, это же неудобно, сложно. Ну, в принципе, конечно, сложно, но все возможно. Я заранее, да, где-то за две недели знаю уже, в какой город мы едем. Я в интернете ищу коррекционные центры в том городе, куда мы едем. Выбираю, смотрю отзывы, ну, то есть это такой кусок работы, да, такой. То, что мне, как бы, чувствую я, не знаю, что это моему ребенку подойдет, я его туда звоню, записываю, прихожу на консультацию. А везде получается, везде есть такие центры? Вы представляете, везде, да. То есть вот мы начали, как бы мы совсем недавно, мы полгода только ездим, сидели дома два с половиной года, за городом, в коттедже, он вообще дикий был. Вот, и когда мы его вывезли, это был, конечно, для него стресс, шок, и, ну, ничего не поделаешь, надо. И вот первый город был у нас Нижний Новгород, там чудесный центр развития, которым как бы первые, да, педагоги, которые дали направление вообще нам, что с ним надо делать. Это развитие моторики, сенсорные упражнения. В общем, это называется коррекционные занятия. Да, 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 и вы вот по этому пути идете. По этому, не по медикаментозному. И находите их, собственно говоря, во всех городах. И нахожусь, да, и биотерапия вот здесь. Вот вы приехали в Тюмень. И первый раз решили попробовать биотерапию. Да, да, да. С Натальей. Наталья, вот теперь вы нам расскажите и об этой терапии, и о том, сколько детей приходит в ваш центр коррекции аутизма. Ну, на сегодняшний день в нашем центре 12 детей занимается. Причем некоторые дети приезжают непосредственно в центр, а некоторые, ввиду того, что они испытывают сенсорные перегрузки во время перемещения в общественном транспорте, они получают свои занятия на дому. Так им проще, и так занятия более эффективны получаются, нежели ребенок за время получасовой поездки в автобусе приезжает уже вне настроения, в стрессе, и у нас нет никакого качественного занятия. Ну, вот давайте чуть-чуть еще о методиках. Вот ЭБЮэй. ЭБЮэй, да. Я правильно произнес? Правильно, ЭБЮэй. Да, а еще какие методы? Ведь бытует мнение, что лучше-то всего где-то за границей все это умеют применять, использовать, помогать детям, ну вот в Израиле в частности. Что вы на это скажете? Несколько лет назад я думала точно так же. То есть когда моей дочке поставили диагноз аутизм, а именно с моей дочки начался долгий путь к открытию своего центра, мы думали точно так же, и первым делом поехали за границу получать хорошую реабилитацию. Так. Посетив тот же Израиль, мы поняли, что ничего сверхъестественного там нет, все можно делать самостоятельно здесь. И начали делать. Да, я вернулась, я прошла обучение, состоящее из нескольких курсов, и теперь мы можем оказывать помощь таким детям. Здесь у нас... Какой именно? Что применять? Мы применяем... Основной упор у нас сделан на ABA, это в переводе прикладной анализ поведения. Однако я считаю, что нет методики, которая одна, целиком и полностью поможет всем. Поэтому у нас основной упор сделан на ABA, а кроме этого у нас есть элементы floor time, то есть различные методики, которые подходят как для аутистов, так и для детей с различными ментальными нарушениями развития. А что скажете об Арсении? Вот он у нас там бегает, который... С Арсением мы занимаемся целую неделю, пока достаточно сложно, но есть уже небольшие успехи, но они пока еще маленькие. Опять-таки, как мама, воспитывающая ребенка с особенностями развития, я могу сказать, что даже вот такие успехи кажутся нам, мамам, вот такими огромными. Поэтому то, что за неделю Арсений начал уже активно идти на контакт с нашим педагогом, это классно. Хорошо. Ну и еще один вопрос Елене. Елена, вот вы как мама особого ребенка, что посоветуете родителям, у которых в семьях растут такие же дети, с такими же особенностями? Ну вот, может быть, о распорядке дня, может быть, о занятиях, которые помогают реабилитироваться? В первую очередь хочу посоветовать жить и радоваться жизни. Отлично. Не расстраиваться, вообще никаких, то есть это ничего. Это очень здорово и интересно. Мы сейчас живем как бы, воспринимаем мир по-другому совершенно. Я считаю, что такие дети посланы нам для того, чтобы мы учились терпению и добру. Спасибо вам огромное, всего вам хорошего. И я думаю, что ваши советы помогут многим-многим родителям и их детям. Спасибо. Спасибо вам.